Здравствуйте на государственном телеканале Западной Армении. Очередной выпуск новостей сегодня в эфире. В Ване заканчивается сбор урожая эндемичного винограда, который достался в наследство от королевства Ван. Армяно-Ливянское оборонное сотрудничество расширяется до Виттонуя. В Нью-Йорке состоится встреча главных Армении и Азербайджана. Удары Эр-Риада или Вашингтона по Ирану повлекут войну, заявил Зариф. Российские специалисты прибыли в Пальмир. Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене. Умер французский актер армянского происхождения Шарль Жерар. Сбор урожая эндемичного мелкозернистого трехтысячелетнего винограда провинции Арчеш Западной Армении подходит к концу. Жители деревни говорят, что эндемичный виноград имеет трехтысячелетнюю историю и они защищают это наследие как зенису ока. Они заявляют, что армяне привезли этот сорт винограда во Францию и сделали самое знаменитое вино в мире. Этот виноград берет свое начало со времен царя Менуа, королевства Ван. Трехтысячелетняя запись царя об этом сохранилась. Оно гласит, кто бы ни разграбил эти виноградники, он будет уничтожен. Во французских городах Лион и Низ, где производится самое знаменитое вино в мире, виноградники выращивались из корней арчешского винограда, привезенного сюда армянами. Армяно-ливанское двустороннее сотрудничество в области обороны основано на давней дружбе двух народов. Их готовность к взаимопомощи и общих подходах поэтому имеет серьезные перспективы. Об этом заявил министр обороны Давид Тонаян во время встреч с ливанским коллегой. В ходе встречи Тонаян обсудил с ливанским коллегой нынешнее состояние военного сотрудничества и возможности для расширения. Также представители двух ведомств пришли к договоренности обмениваться разведывательными данными в кризисных ситуациях. Министр обороны Армении проинформировал Элиаса Абу-Сааба о целях и задачах гуманитарной миссии в республике в Сирии. Министр иностранных дел Армении Зуграб Натсаканян 22 сентября отбудет в Нью-Йорк для участия в работах 74-й сессии Генассамблей ООН. Как сообщили новости Армении, news.am в пресс-службе МИД Республики в Нью-Йорке 23 сентября при посредничестве и участии сопредседателя Минской группы ОБСЕ состоится встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что последствием военного удара США или Саудовской Аравии по Ирану станет полномасштабная война. Ранее его секретарь США Майк Помпео заявил, что США не будут терпеть угрожающее поведение Ирана, который саудовские и американские власти обвиняют в атаках на нефтяные объекты королевства в минувшие выходные. Полномасштабная война, отметил Зариф в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос о последствиях удара Эры Риада или Вашингтона по Ирану, сообщает Армен Пресс со ссылкой на Рея-Новости. «Я делаю очень серьезное заявление о защите нашей страны. Я делаю очень серьезное заявление, что мы не хотим вступать в военное противостояние», отметил Зариф, говоря при этом, что военный ответ, основанный на лжи, касательно атаки на саудовские нефтяные объекты, может стать причиной большого числа жертв и пострадавших. «Но мы защитим нашу страну, не раздумывая», заявил Зариф. Большая российская делегация прибыла на вертолетах в древний город Пальмира в провинции Холмс на нескольких вертолетах. Как сообщает Стэп Ньюс, российские специалисты будут заниматься анализом разрушений, нанесенных городу реликвий Ближнего Востока за то время, пока в нем хозяйничала группировка «Исламское государство» с целью дальнейшего восстановления памятников древнего города. Ранее Федеральное агентство новостей приводило слова мэра Пальмира Ханидаеса, который рассказал, что помощь в восстановлении исторических объектов оказывает только Россия, обещанная Евросоюзом, помощь осталась обещаниями. Напомним, Пальмира оказалась под контролем ИГИЛ в мае 2015 года. Исламисты уничтожили значительное количество древних артефактов, скульптур и зданий, а часть вывезли для продажи за рубеж. С помощью ВКС РФ смогла полностью освободить Пальмиру к марту 2017 года сирийская арабская армия. Арабская коалиция начала военную операцию на севере йеменского портового города Хадейда против военных объектов, сообщает Аль-Араби. Представитель коалиции полковник Турки Аль-Малики заявил, что операция соответствует международному праву и попросил гражданских лиц держаться подальше от объектов, являющихся целью операции. По его данным, коалиция уничтожила четыре монтажные площадки для сбора дистанционного управляемого катера и морских мин. Коалиция отмечает, что уничтожение враждебных объектов способствует свободе морского судоходства, сообщает Армен Пресс со ссылкой на interfax.ru. Ранее Турки Аль-Малики сообщил, что коалиционные силы сорвали террористический акт со стороны ополчения хуситов на юге Красного моря. Силы коалиции перехватили в четверг вечером и уничтожили заминированную лодку хуситов на дистанционном управлении, с помощью которой планировалось совершить теракт. Ранее сообщалось, что йеменские повстанцы хуситы взяли на себя ответственность за удары, нанесенные 14 сентября по объектам саудовской нефтяной компании Арамко. Однако в Эр-Риаде считают, что за атаки проводились не из Йемена. 19 сентября скончался французский киноактер армянского происхождения Шарль Жерал, сообщает Фигаро. Жерар был одним из любимых актеров, режиссера Клода Лилюша, он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли, одной из самых своих известных ролей он сыграл в фильме «Игрушка». Актер был легко узнаваем по носу, сломанному Жан-Полем Бельмондо во время их первой встречи на ринге в 1948 году. После того инцидента они крепко подружились, их дружба продлилась более 70 лет. Актер родился в семье иммигрантов из Западной Армении, фамилия при рождении Ачемен. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Нубаш Цаплик. КОНЕЦ КОНЕЦ Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.